Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. И сегодня моя соклубница Валера, Белла Вулфул. И сегодня у нас будет видео-покупочка двойная, покупочка единорогов. Будем покупать с Валерой. Получается, в общем, сколько трех единорогов? Одного ей и двух мне. Так что устраивайтесь поудобнее и лежи, седлайте своих коней и поехали! Ну что, поедем тратить эсканы единорогов, да? Я тебе скажу больше, знаешь что? Я, короче, своему сказала, что я сегодня буду покупать одного единорога, а второго вместе с ним. Но при этом прикол в том, что когда я приеду обратно к нему, мы договорились с ним, что у меня останется там определенное количество стартпоинцев. И я ему дам аккаунт, и он будет путеводителем, где стоит лошадь. И, короче, какая лошадь ему понравится, он и будет сам брать. О как! Да, я посмотрела на канале Паучины какой-то видосик. Короче, ей муж сам выбирал лошадь, которая ему прям нравится. Короче говоря, я вдохновилась, я говорю, давай ты мне тоже выберешь лошадь. Он такой, окей, без Б. Неплохо. Так, ты какого будешь сегодня брать? Тёрненького. Тёрненького? Блестящего? Девочку. Девочку. Да, девочку. Так, вот это, это будет, это типа дочка будет, либо же сын. Короче, решим, кто это будет. У меня на основе нету ни одного магического пасафина. То есть их до этих двоих было три. Один снежный и два кристальных. У меня нет ни одного магика пасафина на аккаунте, поэтому с почином. Это будут мои первые пасафина магики. Так, ну я, наверное, начну с какого? А я тоже, наверное, начну с Воронова. Мы с Валерой будем называть на английском языке. Так, у тебя это будет кобылка, у меня будет это взрослый мальчик. Так, подожди. Кобыла же это у нас мэр. Да. Так, смотрим. Что по имени? Что по имени у нас? Если у меня это был снежный вихрь, конь, то девочку надо как-то по-другому назвать. Где же коды? На телефон не удастся, блин. А у нас нету именно О? Серьезно? А, есть. Хорошо, мой. Где Дарк? Вот, Дарк. А я хотела назвать Обсидиан, а тут такого нету. Серьезно? Должно быть. Во второй части, во второй. Подожди. Стой, должно же быть. А Обсидиан на английском как? Так же, через О пишется. О, ОАК, ОАСС, ОУЩЕН, ОКТОПУС, ОМЮН, ОНИОН, ОРЕНШ, ООТ. О, ОАК, ОАСС, ОКТОСЕЗ. Серьезно? Серьезно? Да, ну не может такое быть. Да, блин. Подожди. Я сейчас еще перепроверю через переводчик, как обсидиан пишется. Может, я неправильно сказала. Обсидиан так и пишется. Да. Блин, обидно. Жалко. А может быть, в первой части есть обсидиан? Посмотри. Да, вот. Обсидиан. Супер. Блин, а я хотела ночной обсидиан. Может быть, тогда обсидиан найт. Обсидиановая ночь. Обсиди... Я не знаю, блин, то ли ее назвать Дарк Эйнджел, типа Темный Ангел, либо же как-то... Так, пусть сначала будет хотя бы Дарк Эйнджел. Гениально. Можно назвать его, знаешь, как-либо обсидиане, но с ей на конце можно обсидиану. Но я хочу, видимо, просто обсидиан. Я надеялась на ночной обсидиан. Обсидиан. Я же правильно помню, что это черный камень? Да. Такой с фиолетовым оттенком. А, да-да-да. Ну все, пусть тогда будет... Как правильно? Обсидиан. Обсиди... ночь. Обсидиановая ночь, короче. Нет, это мальчик, это у тебя кобыла. А-а-а, это у тебя мальчик. Обсидиановый. Обсидиановый. Обсидиановый, по-моему. Пофигу. Не знаю. Так, я в принципе тогда готова. Жду тебя, чтобы совместно нажать бай. Да я пытаюсь понять. Dark Angel или как-то... Для девочки как вот... Я хочу темное, вот именно Dark, чтобы первая была. Dark Lady. Да нет, Lady это как-то не для нее. У нее характер будет как? Она будет такая немного дикая и немного, знаешь, дерзкая. Вот, то есть пацан у меня более такой спокойный, а она будет немного дерзкая. Dark... Эгг. Ладно. Шуточки. А Gloom есть? Как? Gloom. Через D, да? G. G. L. 2. O. M. Gloom. Так. Дай... Ну, раз. Где она? Где начало? А, вот начало. Danger, Dancer, Dark, Darling, Dash, Down, Deep, Dear, Demon, Desert, Destiny. Нету. А, есть, есть, есть на G. Gloom. А, Gloom. Там два O. Вот он. Так, а как это переводить тогда будет? Темное? Так. Dark. Сейчас. Gloom. Эх. Ну, вообще, темный мрак, но Gloom вроде бы переводится как... Сейчас. Давай. Господи. Тьма. Уныние. Мрачность. Ммм. Блин, прикольно. Ничего, получается, тогда я это выбираю. Я как потеряла. Да, Gloom. Да, нашла. Все. Ну, что? Раз. А, подожди, 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 бежи, бежи. Я... Я своему забыла. Все, Obsidian. Так, у меня взрослый жеребец, у тебя? У меня взрослая кобыла. Давай. Раз. Два. Три. Три. Ты какая буся черная. Блин, а реально у него еще блеск в гриме, как будто бусины. Ооо. Еще глаза такие, изумрудные глаза. Это мой первый единорог на этом аккаунте. Я теперь хочу с Сильван... Это как? Сильван? Или как он? Единорогу с Сильван, да. Ах, мама ты, какая ты красивая. Ай, так. Встойла, встойла, девку встойла. Теперь вот это вот второго. Ах, две шестьсот СК, мама, куда? Так, теперь я еще вторую буду брать. А вот, блин, она такая красивая. У меня это, наверное, будет кобыла. Убери кобыла. Ой. Блин, а что белка такая приходит? Я белку, наверное, брать не буду. И козочку не буду. Я, наверное, сову возьму. Я тоже потом подумала, если мой захочет, сову возьму. Если не захочет, то не будет. Блин, мама. Красота. А ты у нас... Вот мне нравится, как это Фиби, ну, как в городском облике выглядит. Угу. Вот. Мама, какая ты красивая, Бози мой. Этой белой отметили. Ах, вау. А шерстка блестящая, мамочка. Ой. Так что, стоим, ждем Дашу, чтобы вместе поехали. Я не знаю. Сейчас. У меня вообще просто нет идей, как назвать. У меня никакой мысли даже не было. Так нет. Буллет я не хочу. Может быть, так. Так, ну, если чисто логически посмотреть на нее, то можно как-то речной назвать. Она у меня почему-то с рекой как-то. Вот это ее копыта светящиеся. Как вот эти вот лотосы, или как их правильно называть, которые вот на реке там, помнишь, озеро, они светятся ночью. А, есть такое. Слушай, у меня была идея имя дать, связанное с нефритом. Тоже прикольно. Да, кстати, слушай. Так, сейчас, я только забыла, как будет по-английски. А, эмиральд, по-моему. Изумрудный? Эмиральд. Эмиральд, да. Ну-ка. А, это изумрудная. У меня сейчас имя, я подобрала, фэнси чейн. Это переводится как... Необычная цепочка. Нет. Мань, давай что-нибудь. Но мне нравится, как это звучит на английском. Фэнси чейн. Ну, что-то, да, действительно, не то. Эмиральд чейн. Есть такое? Изумрудная цепочка тогда лучше? Нет, наоборот, мне цепочка не нравится. А, ну тогда... А что тогда, может, я... Изумруд есть? Просто она как-то... Мне почему-то она ассоциируется именно то ли с деревом, то ли с каким-то цветком, то ли вот с изумрудной. Как-то и... У нее рог прикольно светит. Прям капец как. Такой Марин. Кстати, у нее глаза, по-моему, они больше... Нет, они зеленые все-таки. Они такого, знаешь, морского цвета какого-то. Ну, да, есть такое. Даже как-то слепая, знаешь, как будто... Как сложно-то имена, ты сказать, господи. А может быть, смотри, glow chain. Светящаяся цепочка. А она же ночью светится. Прикольно, да. Она же ночью будет светиться у тебя. Вот. Да, я тебе скажу, что у нее еще вот за счет того, что у нее гривы, хвост и ножки светленькие, она и так как будто всегда светится в этих местах. Да, 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 да. Glow chain. Светящаяся цепочка. Слушай, да. Мне нравится. Так, все. Оп, взрослая. Кобылочка. Магический пасафина. Единорог. Дица 50 СК. Почему нельзя менять гриву? Ну, это магики. Хорошо. Покупаем. Да. О, боже, здравствуйте. Какая она деревянная. Ну, это красиво. Да, в магическом виде она действительно как будто еще и слепая, но нет, тут понятно, что это прям магические такие глазки, как будто вот, как у ночных всяких эльфов. Как у эльфа, да. Так. Я, кстати, заметила, что некоторые задаются вопросом, почему у черного единорога два питомца. Типа сова, она тоже черная, но прошу заметить, у совы глаза горят так же, как у этого единорога. То есть, по идее, она как-то с ними с двумя связана. Так, я, кстати, сразу куплю. Я сразу куплю совушку. 350 СК купить. Просто одного СК не хватает. Знаешь, сколько у меня сейчас? 5 тысяч 554. А знаешь, сколько шиллингов? 4 тысяч 990. Эфигенно. Поздравляю. Что, все, поехали. Поехали брать единорогов. Да. Так, я за своей, ты за своей. Встречаемся где? В лесу холов. Окей. Я иду в конюшню. Так, я захожу в конюшню, я сейчас записываю в конюшню. Не надо меня дразнить, не надо меня опять. Так, у меня беспорядок. Беспорядок. Где эта красотка? Где эта красотка? Ты, боже мой, какая ты прекрасная. Так, а куда бы мне их поставить? Я даже не знаю, куда их ставить. А я заранее себе прибралась. Боже мой, какая ты красива. Ооо. Я не знаю, куда. Наверное, вот так. А где еще один? А где еще один единорог? Ой, я плачу, девочки. А где? А, господи, вот она, я ее не заметила. Она у меня слилась. Не пугай. Пропал конь. Кобыла? Кобыла пропала? А, кобыла. Ну, кобыла это кобыла. Они всегда. Ой, ну красота-то какая. Ты, ну, так. Ну, какая ты, Буся, боже мой. Я очень хочу сесть на Глоучейн, потому что, ну, божечки. Мне, если честно, меньше нравится у нее магический облик. Он, конечно, очень детализированный, такой прудик волшебный. Но, вот, все равно, магический единорог, который вороной и вот серебристый из зимушки, мне нравится намного больше. Но у нее такая красивая мазь в городском облике. Так, поднимаем. Так, где шедло? Левелап не забыть поднять? Уже подняла. Я Мунку ей выбираю. Ну, так. Ой, какая красивая. Я ей даже заранее купила недоуздок, чтобы ты понимала. Заранее. Я не знаю, какой у нее недоуздок был. Какая она классная. Я никогда не хотела себе новых пасафинов. Я никогда не думала, что я буду покупать еще одних пасафинов. Но тут, как бы, единороги, да такие темненькие. Ну, как бы, грех не купить. Я даже для нее, чтобы ты понимала, для этой дикой особы купила уздечку веревочную. Чтобы ты понимала. Да. Чтобы прям вообще-вообще была дикая-дикая моя. Так, я еду, если что, уже на место. Ой, ну секунду, я не поспеваю. А, нет, поспеваю. Мешочек, сумочку. Мне осталось только сумочку. Сейчас эту сумочку соберу. Что такое, у меня недостаток черных сумок? Как так-то? Никакой это не поспеваю. Ой, я не поспеваю. О, боже мой. Слушай, я очень довольна, прямо. Нет, если честно... А я-то так довольна. Если честно, если бы ты меня не подбила, что, а давай-ка ты это, давай-ка купим вместе, а давай-ка ты купишь единоргов, я бы, наверное, знаешь, вот надолго бы этот в ящик отложила, я бы долго-долго не покупала. Ага. Ну, Валера такая, мы едем покупать, а мы пойдем покупать, но ты идешь, 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 и я такая, да-да-да-да-да-да-да. Я не могу ждать, это просто... Не, я могла, конечно, подождать до того момента, когда к своему приехала бы, но просто, знаете ли, не могу, у меня конь сумасходит. Кобыла. Ой, какая ты красивая, боже мой. Ой, я не могу. Так, на озере, да? Да. Мне маркиза написала. Отец, доча. Это девочка. Мама, мамочка. Ой, ну красотульки. Классно, просто классно. Мне прям так нравится. И я такая, бульк. Бульк. И я такая, бульк. Вот, кстати, когда она ходит по воде, вот то, что у нее ножки такие светящиеся, это очень круто. А давай ночь сделаем. Я хочу ночью. Покажите мне эту красоту ночью. Я их ночью просто только на видосиках видела. Вау. Вау. Так тебе нельзя, нельзя. Простите, конечно, но сова немножечко страшненькая ночью. А мне нравится. У нее, кстати, коготочки еще светятся, как у рог моей кобылочки. Ну что ж, ребята, мы с Валерой купили этих единорогов. Да. Скажите, Валере, спасибо. Будем показывать. А, ну, в принципе, второй вот у тебя, но так и быть, сейчас мы с тобой немножко это погрцуем, и, да, нам надо пойти... Смотри, казалось бы, второй уровень, да? Ну. Так. Так. Открой панельку на кью, сделай шаг назад, и у тебя засветится эта кнопка движения, и ты сможешь сделать. Да, мне, если честно, вот эти спецанимации, они как-то не особо важны. Да, мне говорят, что вот ты можешь их нажимать, чтобы показывать во время показа породы, ну, мы же их можем теперь видеть в меню покупки лошади, как бы, и вот эту штуку делать, ну, как бы, я не хочу особо. Ну что ж, Валера, мое почтение, мое уважение. Давай тогда ты, если хочешь, я могу сейчас взять белого единорога, а ты черного, и сравним их. О, давай-давай, а встретимся, наверное, здесь же? Да? Не-не-не, знаешь, где давай этот Redwood Point? Ну что, а вот и вторая наша парочка. Ну, красивый. Я теперь хочу этого снежного единорога. У нас тут еще Маркиза с оклубницей присоединились. Прям, ну, красотуля. Знаешь, не хватает только серебристого уже единорога. Есть вороной, есть светло-серый, прям белоснежный. Остался серебристый, огненный и еще какой-нибудь. Ну, красотуля. Очень классный. В общем, спасибо большое, что меня соклубники просто подвели под ручку к этим единорогам. Мы можем, мы можем. Вообще, на этом все, и покупка подошла к концу. Спасибо, что посмотрели ее. Мы лично безумно счастливы этим единорожками. Пишите комментарии, каких единорогов купили вы или планируете купить. Да, может быть, кто-то еще не приобрел и только собирается. Мы лично очень советуем их к покупочке. Так что на этом все, и мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Валер, ты сквозь меня тут витаешь, а, во всем. Субтитры сделал DimaTorzok